Айнард Фиаин, жители Империи, с вами Нильфгардец, и сегодня я приготовил для вас обновленную колоду осады с бурой хоруговью и местью Рафара. Но, прежде чем мы начнем, поддержи Императора, поставь лайк, подпишись на канал в Ютубе и на Твиче, и конечно же, поддержи Империю Чеканным Флорином, или подпишись на мой Патреон по ссылке в описании к видео. Также всех нильфгардцев и верных союзников Империи я приглашаю на дискорд канал Империя Нильфгарда, здесь закаленные в боях солдаты Императора поделятся с вами новыми колодами и расскажут последние новости мира Ведьмака. Также на канале регулярно проводятся турниры с ценными призами от Императора, ссылка на канал в описании к видео. Итак, в качестве обилки лидера мы берем маневр. По приказу берем любую карту Короля Севера, затем затасовываем карту из нашей руки обратно в колоду, создаем добровольца в рукопашном ряду. Далее проклятый свиток, ну его можно, кстати, заменять на хрустальный череп по большому счету, у нас так обилка хорошо с этим справляется, но я его кладу на всякий случай. Далее сама осада у нас идет, наш старый добрый вот этот нординский сценарий, активируется осадными орудиями, дает нам осадные орудия и потом мощную бомбардировку. Далее боевая высадка, достаточно такая хорошая карта Эхо, нужно чтобы мы доставали карту из нашей колоды и усиливали на столько очков, сколько провизий мы еще не потратили. Король Фольтест, ключевой движок для того, чтобы крутить Буру Харуфь. Кровавый Барон, соответственно, им мы будем устанавливать силу карт противника, это что-то вроде, ну такой карты контроля хорошей. Далее Донимир Истрои наш защитник. Ильдика, очень такая важная, хорошая карта, по приказу усиливает дружественный отряд на 4 единицы, добавляет ревение каждому сыгранному отряду Королевств Севера. И, кстати, карта чем хороша, так это тем, что многие, как я заметил, сейчас не воспринимают ее всерьез. И когда вы ее разыгрываете в третьем раунде, ну, редко кто пытается ее законтрить. С одной стороны, с другой стороны она все-таки шестерку стоит, и сразу ее так просто не законтрить, там надо усилия приложить. Поэтому достаточно такая хорошая карта, чтобы либо отвлекать внимание, либо наоборот, в качестве основного такого движка, который рвение всем накидывает. Далее Мистера Фара, именно ради него мы и берем Ильдика. По приказу играет бронзовый отряд из руки, затем берет карту, готов до восстановления 5, и когда мы размещаем рядом с ним чародея или солдата, он наносит 2 единицы урона. Очень такая мощная карта, на мой взгляд, новая. Далее Принцесса Повета, она будет затосовывать Буру Харукфи обратно в колоду. Ян Натали сыграет нам карту военного искусства, подкрепление делаем копию, на всякий случай карты бронзовые, кипящее масло, просто 5 урона наносим. Осадный Мастер по приказу усиливает дружественный отряд на 2 единицы, если размещаем между осадными орудиями, при отыгрыше военного искусства, он усиливает смежное орудие на 1 единицу. Далее Таран урон на 3 единицы наносит, Ведьмак Школы Грифона по приказу наносит 1 единицу урона, Адреналин 3, он блокируется и наносит 3 единицы. Усиленная Баллиста бьет на 1 единицу, восстанавливается, когда играем в военное искусство. Бомбардировка случайным образом распределяет 4 единицы урона и плюс 1 единица за каждое осадное орудие. Лебедка усиливает дружественный отряд на 5 единиц, уменьшает ходу до восстановления на 3 единицы. Бурая Харупь, каждый раз, когда ее усиливают, ее копия выпрыгивает из колоды. Керак Морпех, просто усиление на 4 единицы у нас будет. И это, да, это была у нас последняя карта. Итак, по новой традиции я снова вот так вот беру и показываю вам на мою обновленную колоду, соответственно, маневр, осада, боевая высадка, король Фольтест, кровавый барон, Донимиры Струи, Ильдика, мистера Фара, принцесса Повета, Ян Наталис, подкрепление, 2 кипящих масла, 2 осадных мастера, 1 таран, ведьмак школы Грифона 1, 2 усиленные баллисты, 2 бомбардировки, 1 лебедка, 2 бурые хоругви, 2 керака Морпеха. И вот, собственно, весь дек-лист. Теперь касаемо таких очевидных замен, это, соответственно, мы можем менять ведьмака школы Грифона на тот же таран какой-нибудь, но я его беру только для того, чтобы его можно было затосовывать в колоду, либо в первом раунде отыгрывать, чтобы просто какой-то урон, видимо, нанести. Либо просто, чтобы была карта, наносящая урон на 1, да. Далее, что еще можно было бы заменить? Заменить, ну, не знаю, кровавого оборона на какую-нибудь десятку, наверное, можно было бы заменить, я точно не знаю. На того же Анси, например, или Зельдрика, потому что они там тоже достаточно сильные. Ну и лебедку на что-нибудь можно было заменить, тоже на какую-нибудь четверку, может, на шассадное орудие, но не факт. Но лебедку я беру именно чисто под Рафара, чтобы уменьшить его количество ходов до восстановления. Теперь, касаемо стратегии, а, ну и проклятый свиток, его, конечно же, да, лучше всего менять на хрустальный череп. Так вот, касаемо обилки, то есть касаемо стратегии данной колоды. Она предельно простая и такая же, как и в прошлом патче. Соответственно, первый раунд мы крутим Буру Харук. Соответственно, за счет маневра, или, в принципе, по мулигану вылезут, или через боевую высадку, у нас должно быть три карты. Всего лишь три карты. Король Фольтест, Донимир Истрои, Буру Харук. Если у нас есть доступ к этим трем картам, все, пол, дело сделано. Соответственно, ставим Донимира, потом Короля Фольтест, он усиливает Донимира, и между ними мы ставим Буру Харук. Тем самым у нас получается автодвижок на третьем ходу. Во-первых, выпрыгивает две Буру Харук из колоды. И, по сути, на это первый раунд можно и заканчивать, если у нас противник сильно от нас отстает по очкам. Почему? Потому что Король Фольтест, ну, за счет преданности и прочего, он будет автоматически, каждый ход, усиливать Буру Харук, и она будет выпрыгивать из колоды. То есть, каждый последующий ход у нас будет плюс пять. Мы можем отыграть еще один ход, чтобы увеличить разрыв, то есть, отыграв какого-нибудь, не знаю, бронзовую карту очевидную, я не знаю даже на самом деле какую, ну, Кипящее Масло, Осадного Мастера, Ведьмака Школы Грифона можно отыграть. Вот. Какую-нибудь копию, ну, копию не получится сделать, кстати, да. Вот. Но, грубо говоря, один ход дополнительный сделаем, он у нас получится, ход на десять, потому что бронза, вот это на пять, например. Потом Фольтест усеял Буру Харук, она выпрыгнула, она пятеркой, по сути, это дополнение плюс пять, того, ход на десять, увеличили разрыв, и можно на этом бросить. Почему? Во-первых, если вы пасуете, то противник и между вами, разрыв между вами и противником больше десяти очков, то противник, скорее всего, тоже спасует. Но бывают такие горячие головы, которые начинают дальше играть, потому что они видят, что еще два хода где-то остается до соотношения четыре к пяти карт, и, соответственно, они будут пытаться за два хода вас как-то перебить. Но мы должны понимать, что у нас получается арифметическая прогрессия, каждый ход у нас будет плюс пять единиц на нашей стороне поля. Соответственно, если у них там разрыв десять, то следующий ход, эта десятка может остаться, либо уменьшится до семи, потом там, не знаю, до двух, и еще там один ход, и все, он закрывает и выигрывает. У нас это, кстати, будет этот момент, когда парень в итоге ушел в минус карту в третьем раунде, да, и ходил еще к тому же первым. Нет, вторым он ходил, да? Нет, он под меня ходил, он же выиграл первый раунд. Ну, не суть, в общем, он в минус карте в третий раунд ушел, и он очень сильные карты растерял по дороге. В общем, да, будет достаточно интересная партия. Таким образом, мы можем вот подловить соперника именно на вот этой вот фигне, что вот мы бросили, там, разрыв небольшой, а продолжу. Минус карту может уйти, может уйти в минус две карты, и потом просто посануть, психануть. Вот, второй раунд, скорее всего, будет пас-размен, да. Но если будут давить-продавливать, ну, попытаемся двигаться бронзой, конечно, осаду желательно... Ну, кстати, да, во втором раунде, кстати, да, если нас будут давить во втором раунде, можно отдавать осаду, осадное орудие и прочее. Почему? Потому что мы короткий раунд легко выигрываем за счет возвращения Бурой Хоругви через Принцессу Повету и отыгрыш в коротком третьем раунде. Можно такое провернуть. Но я по привычке играл долги третьи. Почему? Потому что бросал первый. Зачастую противнику как-то набивал очки, все равно уходил в минус карту. Мы играли в третьем долгом. В третьем долгом у нас с вами осада, осадное орудие. Вместе Рафара желательно, что... Ну, вообще, хорошо было бы, чтобы она была. И Ильдика. Мы играем без защитника, но... Ну, можно играть и без защитника. Мне пока везло без защитника играть. Как это у нас все происходит? Ну, в общем, мы можем сделать какой-нибудь просто ход, выставить какую-то карту ради осадного мастера. Потом либо Принцессой Поветой замешать Буру Хоругви. Это как бы пропуск хода, получается, потому что мы не сильно активную карту выставляем. Противник начинает, берет инициативу, и мы начинаем его контрить через осаду, соответственно. Осада. Потом выставляем осадное орудие какое-нибудь одно. Затем ставим Ильдика. Он, скорее всего, ее не законтрит, потому что не воспримет ее всерьез. И это будет его ошибкой, потому что после Ильдика мы ставим месть Рафара, активируем осаду, либо мы делаем так, что там какой-то ход. Осада, потом Ильдика, потом месть Рафара. У Рафара активируется приказ от Ильдика, она же его усилит на 4 единицы. Мы активируем приказ Рафара и из руки играем еще одно осадное орудие, и полностью весь сценарий мы отыграли. Таким образом. И снесли стол противнику, скорее всего. Но у Рафара еще остается 5 ходов до следующей активации. Соответственно, мы можем через обилку, как-то если у нас нет бронзовых отрядов, замешать этот бронзовый отряд к себе в руку. Потом плюс дальше лебедкой сократить Рафару количество ходов до активации и прочее. В общем, мы переходим в жесткий контроль через баллисты, через Рафара и прочее. Забиваем в нашу сторону стола. Но что самое главное? У нас должен быть доступ к той Харугви, которая у нас, во-первых, находится в колоде уже. Это первый момент. Второй момент. Под конец у нас остается 3 карты. Это Кровавый Барон, скорее всего. Это карта Бурой Харугви, если мы ее взяли с мести Рафара, когда прокрутились, либо с боевой высадки. И одна карта усиления. Какая может быть карта усиления? Та же самая лидика, если мы ее не активировали, но скорее активируем ее. Приказ. Далее Осадный Мастер и, соответственно, Керак Марпех. Ну, при последний ход мы размещаем Бурую Харугв. Скорее всего, это будет у нас сделано через боевую высадку. Точнее, даже сказать так, в идеале третий ход до конца Бурая Харугв. Потом Керак Марпех усиливаем Бурую Харугв. Ее нам не снесут, потому что она будет где-то в районе 8, потому что мы ее отыграем, скорее всего, через боевую высадку. Затем усиливаем Марпехом. Выпрыгивает вся Бурая Харугв. За первый раунд мы можем где-то в районе 7 откопировать. И последним выходит Кровавый Барон. Если есть место, ставим Дальнобойный ряд. Ильдика активирует ему приказ. Соответственно, ему плюс 1 силы застрой. Активированный приказ, и он сносит усиление карте противника. Такой идеальный вариант. Но при этом стоит учесть один очень важный момент. Большую часть карт в первой половине игры мы размещаем в рукопашном ряду. Почему? Потому что маневр в рукопашном ряду создает бойца-добровольца. Это плюс для мистера Фара, чтобы активировать его подкрепление. Урон на 2 единицы. Когда с ним размещают рядом чародей или солдат. Солдаты у нас есть. Плюс Ян Наталья сам в рукопашном ряду ставится. Он может сыграть с Рафаром. Да? Это первое. Второе. Почему мы освобождаем Дальнобойный ряд под... Под что мы это делаем? Мы это делаем под Бурую Харугв. Потому что большая часть карт у нас все-таки она размещается... Или может быть размещена в рукопашном ряду. Поэтому я рукопашный ряд отвожу под все карты. А Бурую Харугв размещаю в Дальнобойном ряду. Но вы смотрите сами по обстоятельствам. Бурую Харугв размещаю. Но если у вас есть какие-то идеи, как это улучшить, усилить колоду, то пишите об этом в комментариях к видео. Или можете собрать свою колоду, скинуть мне ВКонтакте. Я сниму на нее видеообзор, если она будет достаточно сильной и интересной. Вот. Ну и напоследок напоминаю, что у нас в эту пятницу прошел первый имперский Нильфа-стрим. Где мы поиграли в Гвинт. Попробовали, потестили наше оборудование. Те, кто не успел попасть на стрим, то переходите по ссылке в правом верхнем углу и в описании к ролику. Смотрите. Я думаю, что пятничные Нильфа-стримы у нас станут такой своеобразной традицией. Поэтому следующий стрим я также планирую на пятницу. Примерно в то же самое время. Соответственно, в 8 часов утра по Москве. У меня это примерно 3 часа дня по Дальнему Востоку. Вот. Поэтому те, кому понравилось, те, кому было интересно, добавляете в закладки, что в следующую пятницу будет Нильфа-стрим и залетайте к нам на огонек. Ну а теперь пришло время испытать эту колоду на поле битвы. Вперед, сыны Нильфгарда! Ну что ж, будем уничтожать чудовище. Так, ну... Так, давайте смотреть, что у нас есть. А у нас ничего не хватит. Так, защитник... Вот это и вот. Ну, нужные карты у нас как бы есть. Так, что у нас есть. Что? Вашей руке у него, значит... 8 реликтов. 2, 4, 6, 7, 8. И одна какая-то странная карта. Понятно. Ну, блин, ладно. Надо вот так сделать. Потом мы тратим всю обилку. Ну, в общем, наверное, еще будет одна бабка. Опа! А кто там это бежит? Кто там бежит? Это еще ведьмак что ли был? Это ведьмак перехлёстывает. Понятно. Так, ну у нас тут не самая лучшая ситуация на самом деле с этими... Перекрутами. Ну, более-менее вот так. 28, слушайте, нагнали его сразу за один ход. А говорят, что свиньи не летают. Привога! Мобилизация! еще не сказала своего последнего слова вот так неплохо так сколько же мы честно копируем так он входит первым так что он завершает ход значит у нас будет 6 хоругвеносцев прямого движок снесли это самое главное ну понятно что тут у безглав еще значит мамоны нет потому что он уходящий из закат взял и просрал сейчас слишком сильный ход очень здорово но мы пасуем у нас одна на 12 не отыграли него ни в коем образу да ну неплохо данной идем дальше закончим обмен посмотрим что они еще сделают ну смотрите там понятно что у него бабка сидит внутри мы ее можем закон 3 вот этим если он вылезет нам нужно теперь там по-моему у него что было с преданностью нет не было ничего с преданностью не показалось так вот пока уберем по все то что надо мы получили сразу осаду вставим все чтобы наверху стать мы не должны ему дать сделать сейчас шабаш первой половине игры чтобы он потом не начал сильно раскачиваться во второй понятно он кстати может знаете что у него будет наверно карта шабаш он призовет вот этого этого и таран может призывать и как не стан будет призывать вот сейчас и опять смотрим доплеры и реликт 7367 и еще две какие-то карты возможно шабаш возможно что-то еще бабка кровавая госпожа грыз самогрыз инкуб инкуб возможно и еще три какие-то ну окей так делаем мы можем легко вот так вот а еще один этот блокиратор может быть мы разместили и дико чтобы мистера фара быстро опа стукач я удобно не видеть давайте так да и вот так и осадным мастером мы усилием давайте мы требушает усилием а и дико усилием мистера фара так и вот так у нас в исполнении потихоньку работает и все что вы хотите так и долбанем мы у нас еще вот видите целая пачка этого восполнение безумного может быть но не факт что сработает ну мы сейчас будем общем солдатами забивать все так лично и вот так вот смотрите 44 против 19 на реликтах с бабушкой и прочим ну я хочу сказать неплохо конечно есть там другие осады с чародеями но мне больше нравится осады именно с машинками и не знаю мне нравится именно осады с хоругвию в этом плане так 34 32 там наверно есть баба яга какая-нибудь вот она кровавая госпожа вылезла и она будет качаться только 4 хода так мы их а руки взад поставим заднюю часть ну смотрите чем мы делаем мы бьем да еще еще все на один раз будет качаться неплохо и еще мы добьем кровавым бароном о маму на вылезли учусь и а кого он хочет сожрать . 7 кого а сама крыс у него там был точно кстати был самогрыз ну ладно так ну маму ну мы восстановим и сделаем так сыграйте играем бронзовый отряд берем так вместе рафара берем и и и далее сильнейший отряд сильнейший отряд усиливаем на 5 окей у нас нету бронза итоге которую можно было бы сыграть или идти к сожалению ну ладно мистера фара села на два раза отыграл он уже нормально так но мы продолжаем значит сделаем так так и к рук усилили и вся она выпрыгнула и еще мы добьем все дело ну отлично противник понял что ему не победить если бы было бы там кстати и гаун бы собрал 12 и мы вот этим кровавым бородом сбили бы 12 отлично 92 57 на мой взгляд очень даже неплохо сыграем со скеллиги но тут у нас будет дождик очень сильным так ну нам походу опять опять нет не опять у нас хорош защитник и фольтест отлично пульте смотри пульте смотри хорошо еще не сказала своего последнего слова да не миру и рёд и кому мы сейчас скинем лебедку вытащим фольтеста так что он начал тоже перекручиваем риаган конечно же риаган это перекруто пошли еще еще там с жрец волюблода ну понятно на общем ребята так ну значится как я говорил берем фольтеста скидываем лебедку и играем фольтеста обратите внимание 17 против 17 тоже так у него колода прокручивается так что что сейчас и вот мог вам не конечно очевидно но мы попытаемся это все перебить ну кстати у нас проблема потому что у нас спамы там может быть дождь с переходом в шторм бить в ряды и прочее прочее через фульмара но если мы сможем законтрить фульмара то последствии может быть что-то лучше давайте смотреть на сразу 28-35 7 очков разница но будем быстро сокращать этот разрыв скорее всего так когда так поехала поехал милюзина смотрите-ка но он ходит первый так что у нас два хода осталось не а что сделаем скидем аккаунт у меня один мобилизация ну вот тут кстати видите мы нарвались на первую проблему милюзина она у нас у нас проблема в том что милюзина она как бы усиливать изначальную силу поэтому мы не сможем ее восстановить ну давайте мы тогда ее попробуем давайте мы так сделаем да он один усилился с 2 в итоге вниз уйдет чуть значит так бы бьем смотрим еще не вышло 345 о по неужели прям сейчас фульмар выходит зачем зачем тут фульмар так вот тут счета я не понимаю стоп вот морской посланник на два усилился в прошлый раз когда я играл с морским посланником я почему его например ту же в прошлую нашу колоду милюзина которую вот я выпустил последний почему я не положил морского посланника потому что когда я точно так же дождем в такой ряд ударил посланник усилился на одну единицу а не на две не за каждый урон дождя я подумал он усиливается а в принципе если дождь отыграл то на одну единичку усилился то есть он все-таки как мечник работает а у меня какого-то вот черта он отработал я не знаю как туманник хотя брони не было ничего не было это баг был или что но это было вот на прошлой неделе поэтому я вот морских посланников решил не класть в милюзину колоду с милюзиной в общем какая-то фигня происходит поэтому если вы играете мои колоды милюзины можете этих посланников все положить попробовать так 366 у нас у меня носов ну понятно тут за спам тут нам хуже я и вот не знаю будет нас давить во втором раунде или нет это вот проблема в некотором смысле так дать ходу будет давить нет не будет отлично так это но смотрите 1 вот мистера фара это хорошо это в связке у нас идет там солдатик там блин ну она и тогда давайте мы на этом пока закончим мы ходим первое давайте мы так мы все вернем сразу чтобы ничего не сожрал возьмем себе а саду а уберем пожалуй до масло уберем и серого не сможем в хорошем темпе а сахар оставаться чтобы играть и масло и все прочее ну ладно вот у нас это вылезло потом что у нас идет милюзина конечно же дадим ему выставить побольше отрядов посмотрим что там у него есть но я не сомневаюсь что он фульмар смотрю а нет ну чё я туплю конечно же он достанет фульмара из бро подождите стойте только там десятка а фульмар то 12 тогда через обряд сигурдри фонда стоит фульмара все ясно ой ну ладно домой давайте так хорошо давайте так так мерзкий старик с потными вонючими руками так ну вот этого я не мог предположить что будет именно так окей хорошо давайте тогда там сколько у нас 36 у нас 66 значит мы три можем разместить давайте так фульмар рука то а или мы злип нелюзина иллюзина фульмар может пойти через невесту моря так ну конечно мы делаем так и третье так и вот так вот и вот так неплохо так но мы прокручиваем берем играем осадного мастера о круто у нас получилось так что на свою духовку застали так что нужно сильно так думать что мы будем доставать какие другие отряды неплохо да то есть там и через графа отыграть а теперь мы сделаем вот так 33 против 17 но хорошо дальше так так мы будем доставать сейчас сейчас мы достанем нет мы вот так походим резинку и вот сюда чтобы нам его не снесли если что хорошо он все равно ударит сильнейшие баллисты мы будем заряжаться в стальной договор это понятно скальт там по-моему не было больше да ребят а стоп стоп чонский низким у хавьера хавьера иначе он будет сюда бить у нас так ну мы значит сделаем так я вот сейчас опасаюсь на самом деле хавьер размущать нет отлично учились так посмотрите так вот так и вот так все отлично слышите безумие да но все равно он призывает фульмара бьет мне в ряды в два раза так что он наносит 8 единиц урона в общей сложности единственное что мы можем как-то сделать это долбануть а он не просто а ну все он не весь ряд снесет потому что призывает фульмара риагана делает шторм понятно почему да он призывает так но в таком случае убьем до объем иллюзии но разносим и бьем надежды что у нас получится ну и собственно говоря выбор а а морской посланник он еще сейчас меня задолбит вот сюда понятно все ну и там потом риаган через фукусик скорее всего вылезет так идите у нас нету давайте и восстановим силу вот все ну один ход вопрос может ли он 20 он все ясно фукусик все честно дохера лично ладно все таки спам против скеллиги ни в какие ворота не идет все таки зря мы эту пятерку скинули чтоб мы могли убрать стальной договор ну да ладно да безумие 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 30 еще блин ё-моё сколько же мы потеряли да да но все равно партия была хорошая колода показала свою силу в том плане что мы можем очень хорошенько так забить противника и прочее прочее играем против севера но тут я боюсь мы нарвались на ту же самую осаду посмотрим щас так раз два никто а то что надо отлично так ну смотрите мы нам и даже обилку используют по сути дела не будем сейчас я ну начинаем мы сделаем это снова у меня плохие предчувствия так ну делаем вот так и что мы будем дальше то у нас вопрос только что дальше делать дальше все очень просто но это ставим надо вытащить наверно осаду через проклятый свиток внутрь и мы можем запихать скорее всего ведьмачка опа ученик ну вот смотрите то есть смысл в чем мы сейчас где-то через ход 2 бросим на грунт пусть он автоматически начинает фигачить мистера фара у нас нету мы и получим вот так ну-ка вот так сразу двоечку отлично 3 нам бы еще три тогда на фигачить мы можем пятерка избить сделаем сейчас еще один ход будет 5 потом еще 5 ход будет на 10 потому что 5 от кипящего масла еще вот эта пятерка плевать меня тянет от сегодняшней жратвы ну вот так сделаем ход на 9 ну и отлично у нас авто счетчик а у него кстати ведьмачок бегающие есть это мне не нравится он что будет дальше играть что ли он хочет играть дальше но ему надо как-то сокращать разрыв потому что у него ни о чем нас сильно разрыв 14 даже больше но он хочет взять первый раунд ему еще один ход на самом деле потом пас потом переход в третье это более-менее а так еще вот слушайте сильные сильно мы как-то надо пасовать уже уже надо пасовать наверное не догонит он меня 36 33 еще одна карта вылезет у нас тогда будет 44 и потом будем на один усиливаться каждый ход на у нас преимущество большущие мне смотрите он что-то не отступает хочет играть дальше а но он надеется да сейчас вот этот вылезет да он берет верхнюю карту которая усиливалась но она все равно 44 против 36 нет что-то что-то не то что-то не получается да у нас еще защитник ну 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 нау нау на 9 на доход на 9 вот на 9 даже нет да на на 10 на еще на ну единичку сидишь потом вот за это я и люблю хорук это намного лучше этих как их полосок так а ну наконец-то вы смотрите наконец наконец-то наконец-то вылезло что по 3 к 6 3 к 6 до вы сейчас еще одну кстати полоску он сделали я у нас одна полоску а почему она а он потому что ее сделал внизу колоды ну он пасует я даже не знаю чтобы такое отдать на самом деле давайте таран отдадим полоски внизу так что она нам не опасно у нас еще там 12 карт снизу 367 стоп сколько 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 и там 8 учусь так осада есть мистера фара у нас нету есть боевая высадка здесь у нас еще индиги нету тики копия о отлично 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 сейчас моему насуем так скажем вы смотрите 9 10 мы ходим первые так что не сильно так и это пострадала сборка так она куда положит и все его копии в вашу школу зато суете то есть она будет в перемешку там зато суете так ну давайте думать тут у нас есть ну вот смотрите без преданности значит может быть кроатская жара рискнем рискнем или не рискнем как вы думаете я предлагаю рискнуть я предлагаю рискнуть начать сразу с осады и не дать ему возможности развернуться на своей половинке так ученицы за риту за значит там чародей подождите но это же заклятие так что вполне возможно но кстати она это уж ученицы она и должна сюда вставать так что он никак бы не подставился он смотрит что у меня за карты я думаю он удивлен тем что нас ильдика он думает зачем нам и дико возможно ну кстати у него вот это вот обилка она тоже говорит о том что у него есть мистера фара в наша белка не говорит грубо говоря он страшенский рак отлично самая красивая женщина в гвинте просто это моя мужа так давайте мы затасуем пока ливи так ильдика дала ему так теперь лично и мы пожалуй сделаем там 78 подождите но наш активирует на вода отлично так все отлично и она мы еще не распределили 4 единицы ноги так раз счет 1 2 3 4 5 6 7 8 нет все таких 8 их не 7 а сейчас мы как раз и получим эту четверку нет мы не получили отлично просто теперь нам нужно наверно как-то это все то ли записывать то ли не затусов у нас сплошное золото да ну вот так сделаем так и лебедки отлично долбанули в эту красивейшую женщину так конечно вот что мне не нравится в севере то что кучу приказов там что-то надо делать потому что вот 3 4 5 приказов за игру активировать это просто как геморрой иногда на самом деле вот зельдрик из гулета да не уже я считаю верасказ у него сидит понятно все так но теперь я знаю куда долбить на самом деле значит бьем да и вот сюда там скорее всего анси сидит ну и хрен с этим а санси потому что вот принц уильям сейчас он вытаскивает анси и паники гюнтер один вы серьезно сейчас да ладно я гюнтера дима полтора года не видел серьезно ребята вы еще это гюнтер один не ну на самом деле гюнтера дим нам тут и помогает потому что 8 скакунов подумать так давайте мы попробуем может быть получится сейчас так сделать да почти ну ладно сделаем так и еще он долбанет в гюнтера дима конечно же на этого не хватило сейчас у него наверно вот здесь осады и два своих у по верном роше серьезно блин он свираскаса хочет усилить походу гюнтера у дима ребята это гениально три шесть семь восемь девять две карты ну отлично да принц уильям замечательно так ну мы это наверно вот сюда поставим так сделаем ой как-то конечно интересная партия тут такие тут такие лица конечно же старые старые добрые забытые ребята самом деле еще и щитоносец вы серьезно я вот так так я беру хору а вместо так это ты так шутишь я вытаскиваю керак пехотинец вот так вот и долблю вот сюда так ну это вообще у нас какая-то странная и дельно партия так сделаем это ты так шутишь так и так а привет 7 у таких угленосцев один остался внутри ну почему вы вылезли вот эти тройки они четверка я понятен пас отлично молодец что ты пасуешь но я сделаю последний уничтожающий ход так да неплохо на самом деле получилось но и колода какая-то странная была у соперника может он просто какие-то контракты выполнял но мне понравилось это было очень смешно и на этом жители империи пора заканчивать гора ир кирза ир подписывайтесь на канал ставьте лайки и делитесь этим видео в социальных сетях с вами был мир гардец до новых встреч встреч vad vad a vad 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 v там f Продолжение следует...